Привет друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на русский сериал под названием Лихач. Второй сезон. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, в новом сезоне проекта останутся и заиграют новыми красками главные успешные составляющие сериала. Солнечный город Сочи, главный герой по прозвищу Лихач, Никита Панфилов, его мотоцикл, море, пляжи, девушки, горы, водопады, экшн, погони и драки. Лихач по-прежнему остается исполняющим обязанности начальника Угро Сочи. Его коллеги все те же, Кубатко Григорьева и глава сочинской полиции полковник Карапетян. В сезоне останется противостояние между Лихачом и его старым врагом, убийцей Очагавой. Полухин, который ждет приговоров в СИЗО и однажды совершает дерзкий побег с этапа. Первый фильм начнется с погони на мотоциклах, в ходе которой Лихач, преследующий известного вора по набережной Сочи, не справится с управлением и падает вместе с мотоциклом в море. Герой отделается небольшой травмой, лечить которую он отправляется в кабинет ЛФК, где познакомится с тренером Женей Красавицей и Умницей, в которую влюбится по ходу истории. Дерзкое ограбление и ранение олигарха на яхте в открытом море положат начало развитию напряженной интриги, которая будет разворачиваться в течение всей горизонтальной линии сезона. Важным новым событием в этом сезоне будет появление нового персонажа, полковника Сверидова. На протяжении всего сезона их соперничество и препирательство с Лихачом составит нерв сюжета, сообщат динамику горизонтальной линии сезона и отдельным кейсом расследованием. Биография актеров Никита Панфилов. Никита Панфилов – российский актер театра и кино, телеведущий. У популярного и востребованного артиста целая армия поклонниц. Его биография, фильмы и личная жизнь невероятно интересуют фанатов. Детство и юность. Никита Владиславович Панфилов родился в московской театральной семье 30 апреля 1979 года. По национальности он русский, а по знаку Зодиака Телец. Отец Владислав Владимирович – руководитель московского театра охочих комедиантов. Мать – режиссер театра «Монотон». Также у Никиты есть брат Илья и сестра Анна. С такой творческой семьей неудивительно, что сын вырос за кулисами. Будущее мальчика было предопределено уже в 5 лет. В этом возрасте он сыграл первую роль Ивана Царевича на сцене. И хотя в детстве Никита не мечтал стать артистом, мать уже видела в сыне звезду театра и кино. Сам же ребенок сначала хотел стать хирургом, а потом спортсменом. Никита Панфилов в детстве. Кстати, связать жизнь со спортом актер имел все шансы. Еще в начальной школе отец отдал его в секцию единоборств. Он мечтал о том, что Никита станет чемпионом. И сын первое время оправдывал надежды родителя. В восьмом классе Панфилов стал мастером спорта и вошел в Олимпийский резерв юношеской сборной страны. Но потом бросил борьбу, поскольку ему надоели постоянные тренировки, разъезды и соревнования. Никита решил, что надо согласиться с матерью и стать актером. После окончания школы юноша поступил в Институт современного искусства на актерский факультет. Но доучиться там не удалось. Никиту призвали служить в армию. Отдав долг родине, он подал документы сразу в Щукинское и Щепкинское высшие театральные училища. В ГИК и школу-студию МХАТ. Прошел в Щепку и школу-студию МХАТ. В итоге выбрав последнюю. Учился на курсе заслуженного артиста России Игоря Золотовица Каво. Обучение окончил в 2006 году. Личная жизнь, личная жизнь Никиты Панфилова сложилась не сразу. В молодости он женился на актрисе Вере Бабенко, с которой учился в школе-студии МХАТ. Но брак просуществовал недолго и вскоре распался. Новое счастье постучало в дверь к Панфилову после знакомства с девушкой по имени Лада. Она работала администратором программы Армейский магазин и подбирала актеров для проекта. Никита пригласил Ладу на спектакль в театр Сатирикон, а через год они поженились. В семье подрастал сын, которого родители назвали Добрыни. Актер присутствовал при появлении ребенка на свет и считает это испытание сложнейшим в жизни. В 2016 году СМИ заговорили о том, что пара разводится. Никита удалил статус женат в социальных сетях, а его супруга Лада Панфилова, по некоторым данным, даже сменила фамилию мужа. Оказалось, что пара разъехалась еще в 2015. Никита Панфилов и Лада Панфилова. В конце того же года актер познакомился с девушкой по имени Ксения Соколова, она медик по образованию, уроженка Петербурга. Общение началось в социальной сети. Вскоре девушка приехала в Москву в гости к актеру, и они быстро нашли общий язык. Совместные фото Никиты и Ксении вскоре часто начали появляться в Инстаграме. На момент знакомства Панфилов был еще официально женат. В 2016 году он получил развод от Лады. Как следует из одного интервью, жена актера первой решила расторгнуть брак, несмотря на старание мужчины сохранить его. Никита и Ксения Панфилова счастливы вместе. По словам актера, избранница поддерживала его в трудные моменты развода, всегда находится рядом с ним во время съемок. Никита Панфилов и его жена Ксения Соколова. В конце 2016 года Панфилов рассказал представителям журнала Hello. О трудностях общения с бывшей женой, заявив, что Лада превратила его жизнь в сущий яд. Артист предполагал, что экс-супруга стремилась разрушить его союз с нынешней возлюбленной. В интервью Панфилов утверждал, что пережил предательство Лады, но сумел переступить через себя и простить ее. С некоторых пор я общаюсь с Ладой только через адвоката. К сожалению, я допускаю, что негативная ситуация, которую нагнетает моя бывшая супруга, в дальнейшем может только усугубиться, отмечал он. Никита считал, женщина хочет, чтобы сын забыл отца. Лада первая подала документы на развод. Я бился за семью полгода. Таких мучений я никому не пожелаю, добавил Панфилов. Никита Панфилов с бородой. Спустя время после развода с Ладой Никита решился на оформление отношений с Ксенией. Пара посетила Закстайна, о свадьбе не знали даже родители актера. Но папарацци были проинформированы о торжестве, поэтому репортаж в тот же день появился на страницах таблоидов. Новость застала родственников и близких Панфилова врасплох. Мать даже обиделась на сына из-за того, что он не предупредил о важном событии. Тем не менее, в семье артиста новую невестку приняли тепло. Как позднее комментировал мужчина, на штамп в паспорте он решился только по причине желания обвенчаться с избранницей. Актер с нежностью относится к третьей супруге и надеется, что этот брак окажется последним. Он часто балует вторую половинку романтическими подарками. Никита с Ксенией любят путешествовать по Европе, выезжать на лыжные курорты. Летом 2018 года в семье произошло радостное событие, супруга подарила Никите дочь Аврору. Новость долго скрывали от общественности, о рождении ребенка Панфилов рассказал только осенью. Он также сумел наладить отношения с предыдущей супругой и с Марта регулярно видеться с сыном Добрыней Панфиловым. Театр и фильмы. Творческая биография Никиты началась в студенческие годы. Он дебютировал на сцене МХТ и МАП Чехова в роли Икора в спектакле Евгения Гришковца «Осада». Работа была благосклонно встречена критиками и зрителями. Трудясь в МХТе, Панфилов планомерно выстраивал карьеру профессионального актера. Среди его ролей были образы рыцаря Ганса в спектакле «Ундина», Степана в постановке «Женитьба», Никулина в театральном шедевре «С любимыми не расставайтесь» и многие другие. Будучи студентом, дебютировал актер и на экране. Первой киноролью молодого артиста стал Петр Черкасов в знаменитом сериале «Адвютанты любви». В герое Никиты, высокого, рост 180 см, вес 87 кг и привлекательного основателя русской разведки были влюблены все зрительницы. Мужчину стали узнавать на улице. И все же Панфилов в основном играл второстепенные роли. Наиболее удачные работы «Романтическая комедия любит-не любит» сериалы «Инспектор Купер. Учитель в законе». Возвращение «Мажор». Среди ярких проектов с участием Никиты числится детективный сериал «Черчилль», молодежная лента «Анжелика», второй сезон комедии «Путейцы». Никита Панфилов в сериале «Пес». В рейтинге лучших работ актера выделяется российский блокбастер «Духлэс», в котором он сыграл Нишу Вуду. Сам Никита позднее в интервью рассказал об особенном отношении к этой работе. По его словам, на сценической площадке сложилась творческая атмосфера, которая помогла наиболее точно передать образ героя. На экране блистал звездный актерский состав Данила Козловский, Артур Смоленинов, Сергей Белоголовцев, Мария Кожевникова. Проект стал своеобразной перезагрузкой в карьере артиста. После ленты «Духлэс» Панфилов одну за другой исполнил главные роли в боевике «Точка взрыва» и фильме «Личное дело». Многие образы, сыгранные знаменитостью, можно назвать яркими и колоритными. К таковым относится каскадер Витек в сериале «Однажды будет любовь», расчетливый парень Юрий Гленте «Кровь не вода», поэт Лев Графов в картине «Я вернусь», нештатный сотрудник правоохранительных органов Макс Максимов в сериале «Пес». Детективный сериал «Пес» — это еще один популярный фильм в кинематографической биографии актера. Известно, что во время съемок Панфилов получил травму. В эпизоде с трюком удар пепельницей по голове партнер Никиты, не рассчитав силы, нанес ему повреждения. На площадку сразу прибыли медики, чтобы помочь актеру. Теперь затылок знаменитости украшает шрам. Никита Панфилов и Ольга Алексий. В 2014 году на канале ТНТ вышел сериал «Сладкая жизнь», в котором Никита сыграл одного из главных персонажей — владельца ночного клуба Игоря. Проект имел грандиозный успех, получив продолжение в втором сезоне, а в середине 2016 появилась третья часть. В этом фильме, как и в первом сезоне, актер играет Игоря, но теперь герой меняется в лучшую сторону и открывается со светлой стороны. По словам артиста, его работу на экране одобрили родственники, а единственный вопрос, который постоянно возникал у родных — почему он в кадре большую часть времени присутствует без одежды. На это Панфилов отвечал просто, роли бывают разные. Никита — один из самых опытных актеров среди всего состава «Сладкой жизни», но утверждает, что начинающие коллеги талантливы и схватывают знания на лету. С ними интересно и легко играть. После «Сладкой жизни» у артиста прибавилась популярность и предложений от режиссеров. Между первым и вторым сезонами у него был плодотворный год. Никита снялся в нескольких проектах, среди которых «Мажор», «Вычислитель», «Лондонград», «Тридцать свиданий». В последней комедии он работал с Натальей Медведевой. Кроме того, стал телеведущим двух документальных телепрограмм «Бастионы России» и «Земля героев». В мае 2017 года актер стал гостем проекта «Ты супер». На телеканале НТВ проходил завершающий этап полуфинальных соревнований вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей. 13-летний Руслан Чванько из Тобольска поразил членов жюри оперным вокалом с первого выпуска. Мальчик уже давно мечтал познакомиться с Панфиловым. Конкурсант рассказал, что представляет себя героем Никиты из своего любимого сериала «Пес». Это помогает Руслану чувствовать себя уверенно не только на сцене, но и быть смелым в жизни. Чванько пришел в полный восторг, когда Никита появился на сцене. «Руслан, ты супер, ты молодец. Снимаю перед тобой шляпу. Ты настоящий мужчина. В твоей жизни были очень серьезные испытания. Но ты, не оглядываясь назад, идешь к новым высотам», сказал артист, подбодрив участника конкурса. Услышав теплые слова от любимого актера, подросток поверил в свои силы. Творческая жизнь Никиты не стоит на месте. Новым проектом в его фильмографии стала драма «Салют-7», в которой Панфилов примерил образ космонавта Игоря Зайцева. Фильм «Катастрофа» основан на событиях 1985 года. Тогда был осуществлен полет на мертвую космическую станцию для выяснения причин выхода ее из строя. Главных героев на экране представили звезды российского кино Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера, Александр Ратников. В 2018 году с участием Панфилова вышел очередной сезон сериала «Пес», завершились съемки детектива «Презумпция невиновности». Он также работал над тремя фильмами, где сыграл главные роли. Это криминальный сериал «Пуля», в котором персонаж Никиты, офицер ГРУ, расследует дело гибели своей матери, детективная ретродрама «Победители», где прототипом его героя стал адвокат Федор Плевака, живший в Санкт-Петербурге в конце 19 века. В этой же картине задействован актер Никита Ефремов. В конце января 2019 года Никита Панфилов стал героем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Он откровенно рассказал о детстве, личной жизни, отношениях с сыном и карьере. В этом же году в Сочи завершились съемки сериала «Лихач» для телеканала НТВ. Остросюжетный детектив рассказывает о следователе Сергея Сотниковя. Его называют лихачом за брутальный характер, жесткие методы работы и бесстрашие. У Сотникова есть реальный прототип. Это следователь, который работал в сочинской милиции в 90-е годы. Он бил рекорды по раскрываемости, ни один преступник не оставался безнаказанным. А еще Сергей любил скорость и машине предпочитал мотоцикл. Сериал получился зрелищным. Никита справился с ролью брутального следователя «Блестящим». В проекте много экшн-сцен, взрывов, перестрелок, погонь. Никита Панфилов сейчас на карантине. В вызванном пандемией коронавирусной инфекции, актер ушел в вынужденный отпуск. Но время на самоизоляции зря не терял, занялся садоводством. В своем микроблоге он похвастался подписчикам, что пересадил тюльпаны и выкопал сорняки. Помогала ему в этом дочь Аврора Панфилова. Июнь 2020 года Никита посвятил съемкам телесериала «Пес». Ожидать выход пятого сезона поклонникам можно было уже в сентябре. Детективу Максу Максимову и его верному четырехлопому другу предстоит снова распутывать сложные дела и вытаскивать друг друга из передряг. Режиссер картины Николай Каптан рассказал, что в сюжете есть интересные ходы, которые касаются отношений главного героя с Еленой Леонидовной. Он также отметил, злодеи станут более изощренными в своих преступлениях, поэтому Максимову придется нелегко в борьбе со злом. Актерский состав пятого сезона остался прежним. Помимо Панфилова, в него вошли Ольга Алексий, Михаил Жонин и Андрей Саминин. Роль пса досталась овчарке по кличке Мухтар. В августе актер вместе с семьей спонтанно отправился в мини-отпуск в Новороссийск. Остановился Никита в гостинице «Русь». За три дня он успел побывать на Мысхака и в широкой балке, искупаться в море, посмотреть достопримечательности. По словам знаменитости, отдых удался. Никита Панфилов с дочкой в 2020-м Панфилов снялся в сериале «Презумпции невиновности». Также состоялась премьера исторической многосерийной ленты Грозной об эпохе Ивана Грозного, в которой актеру досталась роль боярина Ивана Петровича Федорова Челяднина. Немало работы у него и в театре. Никита публикует фотоисторис в Инстаграме. Страница актера используется только в личных целях. Он не делает рекламу, поэтому следить за ней особенно интересно. Там даже можно увидеть фотографии, где Панфилов с волосами, но поклонникам больше нравится, когда он лысый. Это прибавляет ему брутальности. Официального сайта у артиста нет. Однако все новости, связанные с его творческой деятельностью, публикуются во Вконтакте. Мария Сандлер биография Мария Сандлер, актриса российского театра и кино. В послужном списке исполнительницы, как роли второго плана, так и главные. Артистка с легкостью перевоплощается в героинь с разными характерами, судьбами комических и драматических. Но главное амплуа петербурженки, образ сильной, уверенной в себе и не лишенной романтики женщины. Детство и юность о детских и подростковых годах в биографии Сандлер, родителях, семье почти ничего не известно. Мария родилась 12 июля 1986 года. С ранних лет девочка демонстрировала артистизм, любила выступать перед публикой. Уже в старших классах Мария знала, что хочет стать актрисой. Получив среднее образование, девушка поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где попала на курс Григория Детятковского. Личная жизнь о личной жизни артистка предпочитает не рассказывать в прессе. В инстаграм-аккаунте исполнительницы, помимо рабочих фотографий, представлено много снимков с сыном Сашей. Ребенок родился в мае 2015 года. В июле 2016 кадру из серии отдыхов в Севастополе. На нем Мария запечатлена с годовалым сыном на руках, огромным букетом роз и связкой воздушных шаров. Дама сделала подпись «Муж прислал цветы и шарики». Мария Сандлер и ее сын. Подобное фото появилось и через год с текстом «Солнце светит». Море шумит, муж сделал сюрприз. При этом самого супруга на снимках в аккаунте Сандлер не показывала. Состоит ли сейчас артистка в браке, неизвестно. Театр и фильмы, окончив театральный вуз. Мария в 2007 году получила приглашение от Большого драматического театра «Им. Г. Товстоногова», БДТ. В репертуар актрисы вошли разноплановые роли. Причем Сандлер не побоялась экспериментов. Так в спектакле о Танде, созданном режиссером Иваном Ставеским по повести Александра Пушкина «Пиковая дама», молодая исполнительница блистательно воплотила на сцене образ старой графини. А в комедии по мотивам комедийной пьесы Федора Достоевского «Дядишкинсон» артистка сыграла Фелисату Михайловну, одну из жительниц провинциального городка, желающую заполучить старого богача. Вместе с петербурженкой на одной сцене играли такие звезды театра и кино, как Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. Большую часть театральных проектов Марии в первые годы работы составили комедии. Среди них «Школа налогоплательщиков», постановка меткой сатирической комедии французских драматургов Жоржа Бира и Луи Вернейля, где сыграла Жульетту. Актриса Мария Сандлер зрителям запомнилась в исполнении «Сандлер и квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева, спектакль, переносящий публику в 20-е годы 20-го столетия в послереволюционную Россию. Конечно, не обошлось и без Уильяма Шекспира. В проекте «Мира за миром» Мария воплотила на сцене образ монахини Франциски. Режиссеры давали исполнительнице и драматические роли. Так, петербурженка сыграла Ксению в спектакле «Карманы», «Полные снега» по одноименной пьесе Татьяны Набродовой, медсестру в постановке из «Жизни марионеток» по Ингмару Бергману и других проектах. Параллельно с БДТ актриса начала карьеру в кино. Дебютной стала для Сандлера работа в фильме «Предел ангела». После этой эпизодической роли артистки начали поступать предложения. В 2011-м дама снялась в сериале «Ментовские войны 6», сыграв Тамару Сигиди, подругу главной героини серии, Алисы. Фигура Марии Сандлер далее в фильмографии исполнительницы последовали многосерийные картины «Кулинар», «Хвост», «Улицы разбитых фонарей 13», «Лучшие враги» и другие. Несмотря на то, что Мария была задействована в ролях второго плана, зрители запомнили ее яркую и выразительную игру, умение перевоплощаться, раскрывать психологию героин. Эффектная внешность позволила Сандлер мастерски воплотить на экране образ Риты Тереховой, любовницы Ивана Корсакова, владельца порта в кинопроекте «Высоко над страхом». Драма, созданная по одноименной книге Людмилой Мартовой, захватила аудиторию коллизиями, мистическими переплетениями сюжета. Вместе с Марией в картине снялись роман Маякин, Анастасия Грибова и другие актеры. Мария Сандлер-Сейчес в 2020-м петербурженка продолжает сниматься в кино и играть в театре. Запоминающейся киноработой этого года стала главной роль Назаровой в сериале «Лихач», повествующим о смелом и бескомпромиссном сотруднике уголовного розыска. Также поклонники могут увидеть любимую актрису на сцене БДТ. В театральном репертуаре Марии остался полюбившийся публике «Дядюшкин сон». А к этому спектаклю добавилось много новых и ярких постановок. Кондратий, Феодосийский и Шиш по книге Эдуарда Кочергина, Завирухи, Шишова-Переулка, Василия Островские притчи, Аустерлиц по мотивам романа Винфрида Георга Зибальда и другие. Денис Пьянов биографии режиссер Роман Смирнов, поставивший с Денисом Пьяновым два спектакля в Петербургском театре на Литейном, сказал, что настоящий театральный актер, каковым является Денис, отличается от звезды сериалов, как донор от вампира. Сейчас Пьянов успешно сочетает обе ипостаси, но во взаимодействии со зрителями по-прежнему предпочитает отдавать, а не брать. Детство и юность актер появился на свет в 1978 году в селе Красный Яр Астраханской области. До 1925 года малая родина Дениса была городом, а сейчас население райцентра составляет около 13 тысяч человек. День рождения Пьянов празднует на следующий день после осеннего равноденствия. Артистические способности Денис унаследовал от матери. Женщина, фото которой часто появляются на странице сына в Инстаграме, окончила Институт культуры в Куйбышеве, а знаменитой актрисой не стала, поскольку уехала с мужем в Астраханскую область. Мать Дениса работала в редакции газеты и вела в школе предмет театра. Отец учил сельских детей игре на баяне. Денис Пьянов в детстве Пьянов с детства играл в утренниках, а в отрочестве блистал в репризах школьного КВН к моменту окончания школы юноша грезил о карьере мультипликатора. Когда Денис узнал приемные требования, то решил не рисковать, а в качестве специальности, максимально приближенный к мечте, выбрал профессию кукольника. В Санкт-Петербургскую академию театрального искусства Астраханец поступил с первого раза. Во время учебы на артиста кукольного театра Денис участвовал в этюдах студентов, получавших профессию драматического актера. Эти умения пригодились Пьянову в дальнейшей карьере. Личная жизнь о личной жизни Дениса практически ничего неизвестно. Актер, рост которого 177 сантиметров, носит одежду 52 размера, курит сигары, а из головных уборов предпочитает кепки. Пьянов играет на баяне и гитаре, умеет ездить верхом и имеет водительские права категории B, актер дружен с сестрой. Женщина выучилась на психолога, но нашла призвание в шитье и рукоделии. Театр и фильмы после окончания вуза в 1999 году Денис стал актером театра «Марионеток» имени Евгения Демюни. В первом сезоне молодой артист удостоился премии «Золотой софит» в номинации «Лучший дебют» за роль Михаила Тимофеевича в постановке «Заяц. Лиса и петух». Высшую театральную премию города на Неве Пьянов получал еще четыре раза, причем за игру как в кукольных, так и в драматических спектаклях. Актер перепробовал много площадок Северной столицы, пока в 2007 году не остановил выбор на театре имени Веры Комиссаржевской. В репертуаре Дениса разноплановые роли в постановках по произведениям Александра Володина, Жана Батиста Мольера, Валентина Красногорова и других классических и современных авторов. Актер привык доверять режиссерам, а в поисках вдохновения обращается к случаям из своей жизни и пересматривает записи спектаклей с участием Евгения Леонова, Эраста Гарина и Анатолия Попанова. Ольга Василевская и Денис Пьянов в молодости на экранах Пьянов дебютировал в 2003 году в сериале Армена Назикяна «Удачи тебе, сыщик». Затем последовали большие и маленькие роли в многосерийных проектах «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Хроника гнусных времен» и «Знахарь». В сериале Троцкий Денис перевоплотился Григория Зиновьева. Персонажа еврейской национальности, швейцемана, артисту довелось сыграть и в многосерийном детективе «Рыцарь нашего времени», в котором блистали Евгений Пронин, Алексей Вакулов и Кира Кауфман. В сериале «Тень за спиной», рассказывающем о поиске серийного убийцы, Пьянов создал образ Марата Хосякова. Лента, перекликающаяся с биографией ангарского маньяка Михаила Попкова, снималась летом 2018 года в Санкт-Петербурге, а зрителям была впервые показана осенью 2019-го. Денис Пьянов сейчас в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции в игре Дениса в театральных спектаклях возник полугодовой перерыв. Зато фильмография актера существенно пополнилась. За месяц до введения карантинных мер на канале ТНТ состоялась премьера сериала «Война семей», в котором Пьянов исполнил второстепенную роль Коли. Рабочее название комедии, снятый Ильей Фарфелем и Евгением Корчагиным, «Заклятые друзья». В короткометражном фильме второго из этих режиссеров «Камбэк», вышедшем на экраны в 2019 году, Денис создал образ артиста Сергея Ольховского ради получения главной роли в перспективном проекте, притворяющегося геем. Герои «Войны семей» Михаил и Дмитрий, дружащие с детства и имеющие совместный бизнес, играют свадьбу детей. Однако вскрывшиеся на торжестве секреты прошлого превращают новоявленных родственников во врагов. Персонажей в зрелости сыграли Егор Беруев и Александр Рабак, а в молодости – Анар Халилов и Арсений Рабак. Режиссер Роман Смирнов и Денис Плинов другим значительным проектом, в котором принял участие Плинов, стал сериал «Лехач», рассказывающий о сыщике, поддерживающем порядок в городе-курорте Сочи при помощи не только выдающихся разыскных способностей, но и быстрого перемещения на мотоцикле. Компанию Денису Гленте составляют партнер по театру имени в Комиссаржевской Артур Мкатчан и актриса Мария Сандлер, играющая в БДТ имени Георгия Товстоногова. Также в 2020 году зрители увидели Пьянова в сериале «И снова будет день кинофильм и марафон желаний». В первой ленте Денис играет главного редактора, а во второй – сотрудника аэропорта. Ольга Павлюкова. Биография внешности и артистический диапазон Ольги Павлюковой позволяют перевоплощаться в озорных девчонок и принцесс недотрог. Актриса востребована театральными режиссерами и постановщиками сериалов. Отличительная особенность Павлюковой – трепетное отношение к каждой роли и благодарность партнерам по сцене и съемочной площадке. Детство и юность актриса появилась на свет 11 февраля 1992 года в городе Намиве, которому за пять месяцев до рождения Ольге вернули имя Санкт-Петербург. В детстве Павлюкова занималась балетом, окончила музыкальную школу по классу фортепиано и приняла решение связать биографию с театром и кино. Ольга Павлюкова с отцом с шестого по одиннадцатый класс Оля училась на театральном отделении лицея искусств Санкт-Петербург, в выпускном классе которого получила приглашение сняться в сериале «Семейный дом». Для исполнения роли девочки-подростка Никиты, всю жизнь прожившей в детском доме, дебютантки отстригли длинные волосы и перекрасили шевелюру. Девушка чувствовала себя непривычно в новом образе и при поступлении в театральную академию была несколько скованной. По результатам творческих испытаний Павлюкову согласились принять только на платной основе, что было неприемлемо для нее. Будущая звезда сериалов уже собралась забирать документы, как выяснилось, что одна из абитуриентов, поступившая на бюджет, не сможет учиться, и Ольгу взяли на ее место. Павлюкова попала на курс Юрия Гольцеева. Наставник трепетно относился к своим подопечным, проводил со студентами много времени, а тех, кто, как Ольга, смог раскрыть потенциал, взял работать в театр, которым руководит. Однокурсницей Павлюковой была Алена Савастова. Актрисы, вместе работающие в театре эстрады имени Аркадия Райкина, дружат и сейчас. Ольга гуляла на свадьбе Алены и Степана Бекетовой и выложила фото с торжества в своем аккаунте Инстаграма. Личная жизнь о личной жизни актрисы известно мало. Ольгу уверенно чувствует себя как за рулем автомобиля, так и в седле велосипеда. Павлюкова любит как путешествия, так и время, проведенное с родителями и маленькой пленяницей. Ольга Павлюкова в купальнике в 2020 году. Во время карантинных ограничений, артистка впервые в жизни позагорала на пустыре рядом с домом. Раньше она, несмотря на стройную фигуру, полагала, что показываться в купальнике где-то, кроме пляжа, неприлично. Рост Ольги – 169 см. Однако в Инстаграме изредка встречаются снимки с высоким бородатым парнем по имени Андрей, рядом с которым актриса кажется дюймовочкой. Кем Павлюковой приходится Андрей, неизвестно. Театр и фильмы в театре, в котором служит Ольга, преобладают легкие, веселые спектакли, в которых исполнители много танцуют и поют. Актриса гордится своими ролями в постановках «Крокодил души моей и искусства жениться». Кроме спектаклей театра имени Аркадия Райкина, Павлюкова участвует в антрепризах. Наиболее известной антрепризной работой Ольги стала «Бульвард». Или у каждого свои недостатки на сцене театра комедии имени Николая Акимова, главную роль в котором исполнил легендарный Портос из телевизионного фильма Георгия Юнгвальд Хилькевича де Ортаньян и три мушкетера Валентин Смирницкий. Помимо «Семейного дома», на съемках которого Павлюковой посчастливилось пересечься с маститыми актерами Валентином Гафтом, Светланой Крючковой, Андреем Мерзликиным и Михаилом Париченковым. В интервью она часто упоминает сериал Владимира Горбка о любви. Денис Пьянов и Ольга Павлюкова в сериале «Лихач», хотя роль Ольги была второстепенной, артистка перевоплотилась в подругу главной героини Ларису. Но для участия в ленте девушке пришлось выучить Мануло. Га на китайском и сниматься на набережной Санкт-Петербурга при температуре минус 25 градусов. Со смехом Павлюкова вспоминает постельную сцену с персонажем Алексея Чадова, снятую в кромешной темноте, так что изображать восторги любви им пришлось исключительно голосом. В «Чужом лице» актриса сыграла лейтенанта Викторию Мелешко, а в «Невском» — наркоман Кулинку. Также в фильмографии Павлюковой есть сериалы «Личные обстоятельства» и «Мажор 3». Ольга Павлюкова сейчас летом 2020 года канал НТВ показал сериал «Лихач», кадры со съемок которого Ольга выкладывала в Инстаграме. Зрителям понравились панорамы Сочи, где разворачивается действие детективно-комедийного боевика. Однако актерские работы Павлюковой и ее коллеги Дениса Пьянова получили неоднозначную оценку. Многим зрителям показалось, что артисты, сыгравшие коллег полицейских, переборщили с клоунадой и в образах стражей правопорядка, выглядели недостаточно убедительно. Артур Мкарчан «Биография» кажется, к Артуру Мкарчану природа оказалась особенно щедрой. Помимо успешной карьеры в театре и кино, он весьма преуспел и в музыке, став композитором множества спектаклей и постановок. 24 августа 2020 с его участием, а также с Никитой Панфиловым, Марией Сандлер и Денисом Пьяновым вышел новый многосерийный детективный фильм «Лихач», повествующий о настоящем герое Сочи, заместителе начальника уголовного розыска Сергея Сокнякови. Детство и юность 12 августовский день 1975 оказался счастливым для Карена Мкарчана, проживавшего в Ереване, любимая супруга подарила ему сына Артура. И хотя исчерпывающая информация о семейной биографии не предоставлена, благодаря личным страницам актеров в социальных сетях можно узнать, как выглядят его родители и другие близкие люди. А в персональном аккаунте в Фейсбуке и вовсе указаны ссылки на сестер Лауру и Люсию и брата Ашота. Артур Мкарчан с родителями в положенный срок мальчик пошел в местную школу номер 158, выпустившись из нее в 1992-м, по окончании среднего учебного заведения юноша твердо решил связать жизнь с театром. Чтобы осуществить задуманное, он стал студентом СПБ ГИКИТ, а затем перешел в Ереванский государственный институт театрального искусства по приглашению титулованного профессора Соса Саркисяна, Солярис, комиссия по расследованию. В 2001-м артиста принял в свои крепкие объятия Петербургский академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской, где тот верой и правдой служит и сейчас. Личная жизнь 16 мая 2015-го в личной жизни Мкарчана и его супруги Марии Сандлер случились «Счастливые перемены». В 21 час 55 минут весом 3360-й год и ростом 55 сантиметров у них родился сын Александр. Избранницу артиста внимательный зритель мог заметить в телесериалах «Ментовские войны», «Шесть улицы разбитых фонарей», «Тринадцать великолепная пятерка», «Два» и в спектаклях БДТ имени Георгия Товстоногова, где актриса пребывает с 2007-го. На личной странице женщины в Фейсбуке можно найти фотографии со свадебного торжества, а в персональном аккаунте в той же соцсети ее мужа – с таинства крещения наследника. Артур Каренович обожает своих друзей и коллег. Кажется, что чаще всего в его профиле в Инстаграме мелькают совместные публикации с Егором Бакулиным и Рыбалку. Знает толп в хороших алкогольных напитках, среди которых сказочное армянское пиво и изысканных блюдах. Однако главная его страсть, помимо театральной и кинематографии, деятельности – это музыка. Актер виртуозно владеет гитарой, сам пишет мелодии и некогда даже давал концерты в составе дуэта «Арткаша». Доподлинно неизвестно, приходится ли он родственникам легендарному фрунзику Мкрчану. Но у знаменитости хранится снимок, где тот запечатлен на фоне портрета великого комика с грустными глазами. Театр и фильмы в родном петербургском храме Мельпомен Мкрчан являлся не только актером. Один голый, другой во фраке, голубая комната, карусель любви, но и композитором. Заядлые театралы благодарны ему за качественное музыкальное оформление ряда спектаклей. Дон Жуан, скелет в шкафу, ваал иные. Вдобавок ко всему, Артур Каренович выступал аранжировщиком постановок «Мольер» в Большом драматическом театре Тюмени, шесть блюд из одной курицы в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького, палата номер шесть в русской антрепризе имени Андрея Миронова. С начала нулевых у деятелей искусств завязался кинематографический роман. Он мелькнул в культовом черном вороне, расписании судеб, шпильках, четвертом сезоне Литейного и получил главную роль в дознавателе. Во внушительной фильмографии нашлось место и береговой охране, и тайном следствии, и чужому району, и тесту на беременность. Артур Мкрчан и Вадим Андреев, засветившись в 2017-м в улицах разбитых фонарей, артист снялся в криминальном боевике «Мельник» и многосерийной драме подсудимой адаптации одноименного корейского детектива. Кроме непосредственного появления в кадре, Мкрчан создавал мелодии для таких кинокартин, как «Наркомовский обоз», «Перчатка Авроры», «Сибиряк», «Одиссит» и «Опасный круиз». Артур Мкрчан сейчас в 2020-м знаменитость снялась, как уже упоминалось, на пару с женой в сериале «Лихач», а также написала музыку к детективным мелодрамам «Два силуэта на закате солнца» и сжигая за собой мосты, вышедших на телеканале ТВЦ. Специально к празднику 9 мая театр имени Веры Комиссаржевской выпустил фильм «Послесловие эхо победы», где Татьяна Кузнецова, Иван Васильев, Богдан Гудеменко, Александр Макин, Артур Мкрчан и Родион Приходько читали произведения поэтов Ольги Бергольц, Александра Твардовского, Арсения Тарковского и Самуила Маршака. В театральной афише на сентябрь-октябрь числились проекты «Мыльные ангелы», «Три дуры», «Три дороги», «Три души», «Дон Жуан», «Я вернулся в мой город», «В осколках собственного счастья», где композитором значился Артур Каренович. Ульяна Никулина биография традиционно в конце лета многие телеканалы балуют любимого зрителя долгожданными новинками. И 2020-й не стал исключением. На ТНТ как минимум вышло продолжение сериала с главной героиней Ольгой Терентьевой, Яна Троянова, в котором уникальным способом нашла достоверное отражение российская действительность. НТВ также решил не отставать и за неделю до осени запустил Лихача, где одну из ролей доверили восходящей звезде Ульяне Никулиной. Детство и юность 31 августа для многих являются грустной датой, ведь лето с его многочисленными развлечениями и возможностями подошло к концу, уступая право осени. Но только не для петербургской читы Никулины. В этот день в 1999-м у них появилась младшая дочь Ульяна, которую родители сначала хотели назвать Ангелиной. Чуть раньше супруги приветствовали сына Севу. Семейная биография гласит, что мать Виктория, в девичестве Костырь, в 2003-м окончила магистратуру экономического факультета СПБГУ и являлась бендиректором агентства недвижимости, а старший брат имел отношение к полиции. В 2005-м девочка пошла в первый класс гимназии номер 271 имени Павла Федулова. Будущая знаменитость с ранних лет мечтала стать актрисой и неуклонно двигалась к осуществлению заветной мечты. Помимо общеобразовательного учреждения, ученица посещала еще и лицеи искусств, где знакомилась с азами театрального мастерства. Полученных здесь знаний оказалось достаточно, чтобы в 2017-м без труда поступить в Институт кино и телевидения в родном городе. Студентке посчастливилось попасть в мастерскую заслуженного артиста РФ Евгения Ганелина, прославившегося ролью обаятельного Жора Любимова в телесериале «Убойная сила». Под руководством мудрого наставника девушка блистала в музыкально-пластической композиции по карикатурам Ферлоффа «Биттрупа скамейка» — спектакли приключений Нильса с дикими гусями и иных постановках. Личная жизнь сердца хрупкой голубоглазой красавицы, чем-то внешне напоминающей коллегу Анастасию Уколову и периодически принимающей участие в фотосессиях в качестве модели, несмотря на юный возраст, сейчас уже занято. Избранником артистки оказался жгучий брюнец Сергей Тупагус, в 2020-м ставший студентом школы-студии МХАТ и попавший под крыло Виктора Рожакова. Прежде чем поступить в высшее учебное заведение, парень отучился в музыкальной школе, несколько лет отдав мтюзу и ансамблю русских народных танцев «Карусель». Ульяна Никулина и Сергей Тупагус в персональных аккаунтах в Инстаграме влюбленные не только делятся фотографиями личной жизни, но и, назвавшись дуэтом «Киш-миш», балуют подписчиков акустическими каверами на популярные песни. Свет настроения синий Филиппа Киркорова, мокрые кроссы тимы белорусских, хлопья летят наверх, федук и т.д. Там же Ульяна исправно публикует собственные снимки в стильных нарядах и купальниках и списке любимых мест в северной столице и Москве или всевозможных фильмов, сказочных, любимых или тех, которым отдавала предпочтение в подростковом периоде. К последним относится «Хорошо быть тихоней», «Лето», «Одноклассники», «Любовь», «Если я останусь, спеши любить», «Десять причин моей ненависти», «Джуна», «Голодные игры» и другие кинокартины. Фильм из такой фамилии, как у Ульяны. Сам бог велел покорять кинематограф, что подросток и сделал еще в 2011-м, появившись в главной роли многосерийной мелодрамы «Счастливчик Пашка». Тогда ее коллегами по съемочной площадке выступили Игорь Петренко, Ирина Апексимова, Ирина Горячева и другие. С легкой руки режиссера Александра Будько фильмографии «Петербурженки» начала пополняться сплошь сериалами. В 2015-м с ее участием вышли сразу два иронических детектива «Погони за тремя зайцами» и «Марафон для трех граций». Затем боевик «Морские дьяволы». Северные рубежи и пять минут тишины. Возвращение в истории о героических буднях бойцов поисково-спасательного отряда 42-21 МЧС «Карелия». Ульяна Никулина сейчас в 2020-м, как уже упоминалось, студентка СПБ «Гики Т» вписала в свою творческую биографию многосерийный «Детектив Лихач», в главной роли которого снялся Никита Панфилов. Первые эпизоды вызвали у телезрителей неоднозначную реакцию. Одни считали, что работа до жути напоминает очередной сезон «Пса». Другие, наоборот, утверждали, что кинокартину спасли завораживающие виды Сочи и убедительное перевоплощение актера, сыгравшего персонажа Сергея Сотникова. Екатерина Зорина биография «Екатерина Зорина» — популярная актриса российского театра и кино. Яркая игра исполнительницы на сцене и на экране восхищает зрителей, сыгранные ей женские образы получаются фактурными, колоритными и запоминающимися, даже если они эпизодические. Сейчас в репертуаре артистки разноплановые роли, среди которых преобладают драматические. Детство и юность о детских и подростковых годах в биографии Екатерины практически ничего не известно. Она родилась 23 мая 1986 года в Санкт-Петербурге, с ранних лет проявляла талант, артистизм. Еще в школьные годы Зорина задумалась о сцене. После школы девушка стала студенткой Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Личная жизнь, личную жизнь актриса предпочитает скрывать от публики. В одном из интервью женщина отметила, что информацию такого рода могут знать только она сама и родные, как можно кричать на весь мир о своем личном счастье. Нет, я так не могу. Даже с близкими подругами исполнительница не делится сердечными тайнами, так как не видит в этом смысла. Некоторые источники сообщают, что Екатерина успела побывать замужем, родить дочь Василису от супруга, который также имел непосредственное отношение к актерской сфере. После расставания с мужем Зорина стремится провести свободное время с ребенком, часто берет девочку на репетиции. В открытом доступе при этом нет фотоисполнительницы с семьей. Петербурженка не появляется в скандальных новостях, не выставляет снимки в купальниках, при том, что с красивой фигурой и высоким ростом, 176 сантиметров, легко могла бы это сделать. Театр и фильмы, окончив театральную академию, девушка сразу оказалась востребованной в храмах Мирпомена Италии. Первым в актерской карьере петербурженки стал театр «Балтийский дом». Здесь молодая артистка исполнила роль Хелен, супруги поэта Евгения Евтушенко, в биографической драме «Возвращение в любовь». В 2012 году Екатерина получила предложение от приюта комедиантов и театра сатиры на Васильевском. В первом актриса сыграла в пронзительном спектакле «Варшавская мелодия Гелю», приехавшую в послевоенную Москву из Польши учиться музыке. По сюжету девушка влюблена в Виктора, пара собирается пожениться. Однако планы молодых людей нарушают указ 1947 года, запрещающий советским гражданам вступать в брак с иностранцами. В театре на Васильевском в репертуар Зориной вошли роли в спектаклях, поставленных по произведениям русской классической литературы. Так, она воплотила на сцене яркие образы Елены Андреевны в «Чеховском дяде Ване», Оксаны в «Гоголевской ночи перед Рождеством», роковой Настаси Филипповны в «Идиоте по роману Федора Достоевского» и в других проектах. Екатерина Зорина и Кирилл Ульянов также Екатерина сотрудничает с театральным центром на Коломенской. В комедии «Положение пижама для шестерых», созданной на основе пьесы драматурга Марко Камалетти, исполнительница, предстала перед зрителями в роли очаровательной Бриджит, любовницы Бернара. Планируя свидание с красоткой, герой неожиданно встречается с собственной женой Жаклин и другом Робером. Поняв, что его планы могут раскрыться, неверный муж просит приятеля представить Бриджит как его подругу. Несчастный не знает, что жена уже изменяет ему с Робером. Дальнейшие события становятся все более запутанными и смешными. Зориной удалось органично вжиться в комедийный образ содержанки. С 2011 года параллельно с театральной деятельностью Екатерина начала работать в кино. Первой для артистки стала роль Буси в серии «Крестный отец» фильма «Агент особого назначения 2». В начале кинокарьера исполнительница играла девушек легкого поведения или любовниц криминальных авторитетов. В основном это были эпизодические появления на экране. Позднее в фильмографии Зориной появились и главные роли, например, Людмила в детективном сериале «Один». По сюжету супруг ее героини Роман Одинцов, работая в оперативном отделе, вступает в конфликт с начальством. За этим следует увольнение сотрудника, что приводит не только к потере работы, но и потере семьи Людмила и Роман разводятся. Екатерина Зорина и Михаил Николаев однажды Одинцов встречается со старым товарищем, а вскоре находит мужчину убитым. Начиная расследовать преступления, детектив понимает, что за этим стоят представители мощной теневой структуры. И теперь бывшему оперативнику нужно спасти свою жизнь и жизнь родных. В 2019 году на экранах появилась комедия «Есть нюансы», в центре повествования которой история одного психолога оригинала Александра Круглова. Имея большой опыт работы с пациентами, доктор приходит к выводу, что лучше всего справиться с личными проблемами, помогают намеренные вовлечения человека в пугающую его ситуацию. Среди клиентов сумасшедшего ученого и семейная пара. Супруги Чепиковы, Сергей в исполнении актера Андрея Зайцева и Елена в исполнении Зориной пытаются создать видимость идеальной семьи. На самом деле между некогда близкими людьми полная дисгармония. Мужчина все еще влюблен в благоверную, жена же считает, что Сергей не достоин ее. При этом она не перестает изводить супруга ревнивыми истериками. Больше всего страдает сын Чепиковых Костя, вынужденный включиться в игры родителей и поддерживать иллюзию семейного счастья. Екатерина Зорина сейчас в 2020 году актриса продолжает играть в театре и сниматься в кино. В марте вышел многосерийный фильм «С тобой хочу я быть всегда», в котором исполнительница сыграла одну из главных героинь. Кирилл Полухин Биография Благодаря характерной внешности Кириллу Полухину чаще всего предлагают роли полицейских, военных, бизнесменов или криминальных авторитетов. А в обычной жизни он добрый и отзывчивый человек, совсем не похожий на экранные образы. Такое несоответствие – признак актерского таланта, который помогает Кириллу перевоплощаться в отрицательных героев. Детство и юность Кирилл Алексеевич Полухин родился под знаком зодиака Телец 3 мая 1968 года в Ленинграде. Семья была далека от театра и кино, мать в молодости была стюардессой, отец – капитаном дальнего плавания. Родители расстались вскоре после рождения сына. Кирилла воспитывал отчим, которого он долгое время считал родным отцом. По его примеру Полухин готовился поступать в мединститут, Николай Васильевич был уважаемым в городе донтистом и успел привить юноше любовь к медицине. После окончания школы парень поступил в медицинское училище, откуда был призван на службу в армию. Только там впервые Кирилл попробовал себя в художественной самодеятельности, его выступления имели успех. Демобилизация пришлась на начало 90-х, в России был кризис. Помимо работы в молодости Полухин начал заниматься в Народном театре у Зиновия Карагоцкого. Неизвестно, как сложилась бы биография Кирилла, если спектакль с его участием не посетил бы Андрей Толубеев, талантливый актер БДТ и педагог. Он уговорил Полухина получить высшее актерское образование. В возрасте 25 лет Кирилл стал студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. На курс его взял Толубеев, но экзамены парень сдавал на общих основаниях. Личная жизнь Кирилл Полухин стабилен в плане отношений с женским полом. Его личная жизнь оказалась связанной с творческой. Еще в студенческие годы он женился. Сейчас жена Светлана Строгова, ведущая актриса молодежного театра под руководством с имена спивака. Познакомились будущие супруги, будучи студентами театрального вуза. Так как денег не хватало, свадьбу решили совместить с халтурой. В ЗАГСе молодожены расписались, а потом отработали клоунами на следующем торжестве. После росписи молодым выделили комнатку в театральном общежитии, где в молодости жили Татьяна Доронина и Олег Басилашвили. В 1998 году в семье появился сын Иннокентий. Полухин вспоминал, что в годы безденежья приходилось много работать на выездах. В образе клоуна актер по пять часов развлекал чужих детей, после чего уже не хватало сил на общение с собственным ребенком. Зачастую на подработку супруги отправлялись вдвоем. Позднее в интервью Кирилл вспоминал, что в те дни, когда малыша ни на кого было оставить, с ним соглашался посидеть однокурсник Полухина Иван Урган. После долгих лет скитаний по съемным квартирам артисты приобрели собственное жилье, а затем и загородный дом. Занимается обустройством хозяйства сам Кирилл. По его словам, разработка дизайна интерьера стала новым хобби. Полухин не сторонник знакомить публику с частной жизнью через Инстаграм, свою страницу он использует для демонстрации профессиональных достижений. Несмотря на то, что сын Иннокентий вырос за кулисами театра, молодой человек не пошел по стопам родителей. Он увлекается съемкой, в основном делает пейзажные и портретные фото. В семье живет кошка тайской породы по кличке Марфа, ее Полухин приобрел для сына. Артист Ласкова называет домашнее животное волосатым чудовищем. Театр и фильмы после окончания театрального вуза Полухин попал в труппу БДТ, где долгое время играл эпизодических персонажей и только спустя годы стал выходить на сцену в основном актерском составе. Главное амплуа Кирилла на театральных подмостках, характерные герои, которых ему приятно играть после мужественных киноперсонажей. Затем настало время, когда актер сделал выбор в пользу кинокарьеры и участия в антрепризах. Первую заметную роль Полухин исполнил в детективе «Женская логика 4». Он перевоплотился в следователя Юрия Рубахина. С гордостью и уважением Кирилл вспоминает, что партнерами по съемочной площадке стали Станислав Говорухин и Алиса Фрейлих. Важным событием в творчестве Кирилла стали съемки в телепроекте «Жизнь и приключения Мишки Япончика». В сериале Полухин сыграл Григория Котовского, политического деятеля СССР, смерть которого окутана тайной. Артист вспоминает, что не хотел соглашаться на роль из-за отсутствия внешнего сходства с героем, но режиссеру удалось его уговорить. Яркой работой с участием Полухина стал криминальный сериал «Чужой район», в котором он перевоплотился в напарника героя Дениса Рожкова. Оперативных работников артист играл в проектах БС «Дознаватель», «Майор». В шефе режиссера Олега Ларина актер, напротив, снялся в роли бандита, криминального авторитета Максима Тихомирова. Ему приходится противостоять главному персонажу в исполнении Андрея Чудченко. В 2015 году на экраны вышел фильм «Батальон о женских батальонах смерти», созданных в Первую мировую войну. В драме «Полухин», рост которого в 180 см при весе 82 кг, исполнил роль солдата Зобова. В 2016-2017 годах актер был задействован в нескольких крупных проектах. Появился на экранах с Дмитрием Дюжевым в комедии «Ильи учителя огни большой деревни» и в биографической драме «Время первых». Одной из заметных работ «Полухина» в кино стала лента «Гоголь. Вии», где актер исполнил роль Басаврюка. Он уточняет, что давно мечтал сыграть в костюмированной драме, в этом детективном триллере его желание осуществилось. Несложные трюки в лентах «Полухин» выполняет сам, сложный доверяет каскадерам. После съемок не вошедшей в фильм сцены, в которой Кириллу пришлось изображать горящего человека, он решил прекратить рисковать на работе. Кирилл Полухин и Денис Рожков в сериале «Чужой район» за 2018 год его фильмография пополнилась разнохарактерными ролями в фильмах «321-я сибирская АЛКР». Завод. В фантастической картине «Лучше, чем люди» Кирилл появился в кадре с Паулиной Андреевой, Кириллом Кяра, Александром Устюговым. Тогда же артист попробовал себя в авторском комедийном проекте «Бар на грудь», режиссером которого стала актриса Ирина Вилкова. Не обошлось и без криминального фильма, Полухин предстал в главной роли в сериале «Реализация». 2019 год он открыл военной драмой «Балканский рубеж», после чего снялся в проекте «Канцелярская крыса 2». Одного из главных героев артист сыграл в детективном триллере «Мертвое озеро». Сентябрь – время премьеры сериала триада с участием Полухина. Его партнерами по съемочной площадке в комедии стали Борис Дергачев, Любовь Аксенова, Дарья Мороз и другие. В 2019 году Полухин был приглашен в качестве члена жюри пятого фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир», который проходил в Севастополе. Артист совместил приятное с полезным, в это же время снимался на полуострове в одном из новых проектов – комедии «За счастьем». Кирилл Полухин сейчас-сейчас актер входит в число самых востребованных исполнителей. В 2020 году с его участием вышла громкая премьера военной драмы «Шугалей», основанной на реальных событиях. Герои фильма – российские ученые-социологи, попавшие в плен к террористам. Вместе с Кириллом Полухиным в главных ролях сняли с Олега Болян, Сергея Яценюк, Олег Метелев. В киноленте также были активно задействованы тунисские артисты, которые сыграли местное население. Съемки проходили в Тунисе, где сложность, по словам знаменитости, представляли природные условия, песчаные бури и жара днем, холод в вечернее время суток. Вслед за показом первого фильма начались съемки второй части боевика. Другой премьерой 2020-го в творческой жизни Полухина стала трансляция приключенческого сериала «Лехач», в котором актер исполнил одну из главных ролей. Он предстал в образе отрицательного персонажа Кащея. Ему противостоит герой в исполнении Никиты Панфилова, сотрудник уголовного розыска города Сочи. Также с участием Полухина вышел второй сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой, а в 2021-м стартовал третий сезон реализации. Отзывы о сериале. Детективные сериалы, мой любимый жанр. Стараюсь не пропускать. К сожалению, летом не показывают ничего нового, обычно гоняют уже избитые сериалы. Но наступила осень и премьеры вновь появились. Сразу надо отметить сериал «Лехач». Никита Панфилов вообще мне нравится как актер. Все его персонажи очень колоритные, хоть злодеи, хоть герои. Правда, я не могу отнести «Лехача» к чему-то особенному. Сериал рядовой и мало чем отличается от того же пса. Разве что отсутствием самого пса. Напротив, главный герой по фильму не любит собак. Все остальное смотрится очень по-рядовому, хотя сюжет довольно интересен. А вот Никита Панфилов очень хорошо поднимает интерес к фильму. Его разговоры и общение с преступниками просто шедево. Помимо Панфилова в сериале заняты и другие известные актеры. Также стоит отметить и новые непримелькавшиеся лица среди актерского состава. Учитывая эти факторы, можно порекомендовать сериал к просмотру. Как по моему мнению, то этот сериал очень интересный, завораживающий пейзажи Черноморского побережья, действия происходящие в красивейшем курортном городе Сочи. Этот симпатичный гонщик на шикарном мотоцикле. Его разнообразные расследования и интриги с коллегами. Ну а вообще, мне Никита Панфилов как актер очень нравится, всегда играет таких брутальных и дерзких мужчин, что тогда, в многосерийном сериале «Пес теперь в этом сериале», он играет свои сценические роли просто на высоте, молодец. Очень нравится смотреть сериалы с такой тематикой, особенно при участии этого интереснейшего с такими прекраснейшими актерскими данными человека. Одно удовольствие смотреть «Сеял лихач». Несмотря на то, что сериал детективный и, казалось бы, должен вызывать серьезность и напряженность, вызывает смешанные чувства. Просматривается на постиве, благодаря комческим ситуациям, которые происходят с героем в промежутках между сценами работы, а также энергичности и умению во всем найти позитив главного героя Сергея Сотникова, Никита Панфилов. Не лишен сериал и амурных отношений, Сережа любит Иру, Ира любит начальника, Ксюша любит Сережу. Герои достаточно серьезные, рассуждают трезво о том, что им не нужен курортный роман и всячески скрывают свои душевные переживания и жизненные тяготы. В шуточной манере показаны отношения простого полицейского Вани с его женой-суперповаром, благодаря которой, по словам его друга Сереги, Вани с прозвищем Кубик скоро станет шариком. На мой взгляд в сериале также незаезженные темы криминальных преступлений, которые сохраняют интригу и призывают зрителя проявить свою фантазию и участвовать в расследовании вместе с героями сериала. Очень интересно наблюдать за общением Сергея со своей дочерью, его приняем, что дочь повзрослела и может выбирать, с кем ей общаться. Начал смотреть новый сериал «Лихач». Привлекло следующее, Никита Панфилов, Максимов из «Пса», режиссер Андрей Коршунов, а это о многом говорит. Его сериалы «Чужой район», «Невский», «Условный мент», «Дознаватель», «Десант есть десант», «Литейный». Это те сериалы, что я люблю смотреть и пересматривать. Да и актерский состав у него уже сложился, обязательно Кирилл Полухин, Артур Мкрчан, Игорь Головин, Яков Шамшин и так далее. Что они имеют? Душа поет, начал смотреть. Красивые виды Сочи, сразу драки и погони. Все, что нужно мужику для отдыха у экрана. Сюжет простенький. Заместитель начальника уголовного розыска Сочи, Н. Панфилов стоит на страже порядка. Сочи может спать спокойно. Одна история, второй серии, мой любимый формат. Сериал с юморком не напрягает. Единственное, Панфилов все не отойдет от образа Максимова и это единственный пока минус сериалу интересный детектив с Никитой Панфиловым в главной роли смотрится, что называется, на одном дыхании. Пейзажа прекрасного курорта Сочи, фирменный полицейский юмор, нормальный. А не такой, что ниже пояса. Романтическая линия. Вот три кита, на которых, на мой взгляд, держится сериал. Интересные герои второго плана, напарник Сотникова по кличке Кубик и его супруга, бедная девочка Ксюша, которой помыкают, как хочет Сотников и колоритный начальник уголовного розыска Вазген Саркисович. Каждый из них обладает своей интересной фактурой и гармонично смотрится на своем месте. Рекомендую смотреть тем, кто хочет ненапряжного зрелища вечером. Сериал абсолютно не напрягает, несмотря на детективную линию и смотрится очень легко. Сериал Лихач в начале просмотра интригует, так как в картине снимаются известные популярные киноактеры. Зритель ждет развязки действий, чего-то захватывающего и необыкновенного. Однако, лихие трюки главного героя не впечатляют. Все это мы постоянно видим на телевидении. Никак не вяжется вечно сонное состояние главного героя с его внезапными трюками. Фильм не соответствует своему названию. Нет нужного напряжения и переживания. Возможно, если бы в главной роли снялся другой, более энергичный в жизни актер, было бы интереснее. В настоящее время имеются большие возможности в выборе музыки. Можно было дополнить сериал хорошей новой песней, которая могла бы тронуть душу. Этого не произошло. И музыкальное сопровождение тоже не впечатляет. Картина посредственная. Ну что я могу сказать о сериале Лихач в главной роли Никиты Панфилов, который сыграл заместителя начальника уголовного розыска в городе Сочи, Сергея Сотникова. Легкий и ненавязчивый детективчик с простым сюжетом, который можно смотреть, а можно слушать, занимаясь своими домашними делами. Сериал снят в 2020 году, детектив, днем 20-х серий, транслирует НТВ. Я когда смотрела первую серию, мне все врем казалось, что сейчас выскочит пес. Никита, конечно, как всегда, брутальный мачо, мечта женщин и красная тряпка для мужчин. Ничего не могу с собой поделать, нравится мне этот мужчина. Ну вот как-то сериальчик не очень захватил, скучновато. Честно говоря, если бы не главный актер даже не стала бы смотреть. Не люблю длинные сериалы, потому как у них постепенно сюжет начинает высасываться из пальца и даже неплохой в начале детектив может превратиться в мыло. Именно поэтому я чаще смотрю только первые серии 20, а потом бросаю. Идея изначально была неплохой, начиная со смещения места с традиционных Москвы и Петербурга на Сочи. Авторы попытались добавить в сериал местный колорит, но то, что получилось, напомнило мне город-герой Одессу. Детективная часть сериала мне понравилась. По крайней мере, можно было под это спокойненько вязать, но когда начались разборки, кто кого любит и кто с кем спит, мое терпение лопнуло. Если бы я хотела посмотреть мелодраму, я бы ее включила. Актер главной роли лично для меня относится к категории актеров, которые всегда играют одно и то же, просто костюмы, имена и сюжеты меняются. Никакого особого восторга я по его поводу не испытываю. Лично я тратить свое время на вот это вот больше не буду, хотя могу порекомендовать тем, кто любит затяжные сюжеты. Интересный детективный сериал с элементами юмора. Смотрится легко, нет крови, жестокости и прочих ужасающих эффектов. И даже в морге патологоанатом не ест и не пьет чай по соседству с трупами, как это сейчас модно показывать. Каждая серия – новая детективная история. Все серии объединены одним сквозным сюжетом. Красивые южные пейзажи придают дополнительные положительные эмоции. В главной роли Энн Панфилов. Нравится этот актер в сериале 20-х серий, но от сериала не устала, смотрела с удовольствием. Вчера только начала смотреть новый российский детективный телесериал 2020 года под названием «Лихач», который сейчас выходит на НТВ. Пока что сериал меня вполне устраивает. Правда ни о какой оригинальности здесь речи не идет, просто приятная новинка для любителей жанра. Сюжет. Сюжет сериала повествует о подполковнике полиции, который расследует преступления, совершаемые на территории Сочи, гоняя при этом на мотоцикле. Актерский состав в сериале задействован вполне приятный и относительно знакомый мне актерский состав. Никита Панфилов. Сладкая жизнь. Пес. Ольга Павлюкова. О любви. Чужое лицо. Денис Пьянов. Высоко над страхом. Шторм. И другие. Мнения серии длятся минут по 50. Расследования ведутся в интересной манере. Есть здесь место и для юмора, забавных моментов. Мне импонирует главный герой. Правда он весьма похож на героя актера в сериале Пес. Правда Бородко его подбешивает. А так отличный мужчина. Симпатичный, приятный и мужественный. Да к тому же профессионал своего дела. Проект легкий, позитивный, жизненный. Ну и расследование я тоже люблю. Детективная составляющая мне тоже нравится, пока что довольна. Вывод. Могу посоветовать посмотреть детективный телесериал Лихач абсолютно всем поклонникам подобного жанра или сюжета без исключения. Мне сериал Лихач понравился. Яркий актер. Энн Панфилов. Остродетективный сюжет. Психологические портреты героев написаны угольком, а потом покрыты акварелью. Поэтому ждешь от героя одного действия, а он выдает другое. И думаешь, что поступает он как-то нелогично. Я о главной женской линии, следователь из Москвы. Любит ли она своего женатика или боится потерять теплое место работы. А главный герой весь слеплен из контрастов. Лихач на дороге, на работе он собран и дальновиден. Ну а дома, заботливый папаша и умеет говорить с подростком. С дочерью. В сериале есть еще один герой. Яркий, огромный, пестрый, многоликий и невероятно очаровательный. Это город Сочи. Знаю, что некоторые субъекты России сами приглашают киношников снимать фильмы в своей столице. Да и не только в столице. Например, Калининградская область. Для субъекта это реклама. Для зрителя это красивая профессионально снятая картинка. Вот и Сочи показали нам со всех сторон. Очень красиво. Сериал построен на расследовании нескольких преступлений. Но главные герои, раскрывая эти дела, все время возвращаются к резонансному преступлению. Ну и куда ж без любви, неожиданно для себя обнаружила, что мой муж смотрит сериал Лихач. Этот сериал показывает канал НТВ. А мы почему-то очень редко смотрим этот канал, особенно всякие сериалы. Вначале мне показалось, что идет продолжение сериала Пес. Но нет, уже совершенно новый фильм, как бы. Вчера более внимательно посмотрела серию. Снова о полиции, расследовании уголовных дел. Главный герой, которого играет Никита Панфило, брутальный мужчина, передвигается на мотоцикле. С виду неформал, пофигист и раздолбай. Ощущение, что он всегда расслаблен. А на самом деле имеет звание, по-моему, подполковника. Хотя и шутят всякие шуточки, но ему доверяют расследование самых серьезных дел. Вот смотришь такие сериалы и такое чувство, что подобное уже видели. Те же сюжеты, те же главные герои. Но да иногда зависаешь и смотришь серию до конца. Но если мне, например, устроить викторину на тему сериала на НТВ, то будет полный провал в первом же раунде. Хочется пожелать создателям сериалов снимать что-то более разнообразное. Тем более Никита Панфилов как актер может играть очень интересные роли. Например, сериал «Сладкая жизнь». Посмотрите лихача, наверное, многим понравится, особенно любителям сериалов. Ну что сказать, а что тут скажешь. Жанина не хватает, юмор отсутствует. Смотреть на наших суперкопов без смеха нельзя. А учитывая способности сценаристов и режиссеров. Смех сквозь слезы в три ручья. Вообще-то это можно о любом сериале сказать, но учитывая наше стремление сравняться с Америкой и выставить своего супергероя в противовес их нему, доходит до абсурда. Так и тупизм возможен только от безденежья или излишней самоуверенности. Актеры прекрасные, но не для съемок в такой. Вот уж если получился пес, то да. Тут тебе и сила мышц, и смекалка, и добрая ухмылка над коллегой. Все это отсутствует в лихача. И что еще за подражание подвеликих? На Ленина уж сильно герой похож. Может ему предлагают роль или чай, он таким образом вживается в образ. Не смешно. Посмотрела сериал из-за уважения к актерскому таланту Никиты Панфилова. Это не первый сериал, понравившийся мне, с его участием в главной роли. Мало того, признаюсь честно, искала сериал именно с его участием в главной роли. Мне после фильма про свидание он стал очень нравится как актер. Мужественные персонажи в его исполнении кажутся очень органичными. А после того, как авторы посадили его на мотоцикл, еще больше стало восхищаться его актерским талантом. Смотрится Панфилов на мотоцикле просто отлично. Не знаю, он ли снимается на железном коне, только все эти кадры показались правдоподобными. Да и агрегат у него просто восхитительный. Еще один плюс место работы полицейских. Авторы выбрали город Сочи. И это очень будоражит воображение в то время, как кривая заражения идет вверх, а съездить в отпуск так и не удалось. Смотрела практически не отрываясь. Морис не то просто восхитительно. Глаз радуется. Мария Сандлер, на мой взгляд, довольно спорный типаж. Хотя может быть на это и рассчитана. Наверное, нужно было найти актрису чуть ниже ростом. Панфилов смотрится рядом с ней как гном. Некоторые сцены, видимо, убирают этот эффект. Могу только догадываться как, а иногда прямо смешно. Красивая актриса. Спору нет, но рост не самый последний фактор, который делает персонаж в картине менее или более привлекательным. В данном случае ее рост сильно играет против главного героя. В сериале рассказывается про несколько правонарушений. Но вот одно прошло нитью через весь сериал. Думаю, что это удачная задумка авторов. Долго ждала, кто же будет пойман. Не стану рассказывать, но была удивлена такому повороту сюжета. Нужно сказать, что 20 серий это просто аут какой-то. Я не знаю, для чего делают такими длинные сериалы. Никаких нервов и сил не хватает, чтобы досмотреть до самого конца. Можно было сократить. Сейчас смотрю сериал «Лихач». Сюжет фильма мне очень нравится. История сериала рассказывает о расследовании в преступлении, расследуемых в Сочи. В этой кинокартине было много интересных сцен и моментов. В сериале был подобран-подобран очень хороший состав. Все киногерои отлично сыграли свои роли. Актеры в этом сериале шутили и смеялись. В принципе, я смотрел данный сериал из-за Никиты Панфилова. Это отличный актер. Другие актеры сыграли как то не очень хорошо. Я просто выразил свое мнение о сериале «Лихач», так как я его сейчас смотрю по телевизору. Режиссер Эй. Сценаристы сняли очень смешной сериал с отличным сюжетом. Я смотрю все этого сериала с удовольствием от начала и до конца. Всем советую посмотреть этот смешной и интересный сериал. Желаю всем приятного просмотра. Сериал был снят в 2020 году. В главной роли снимается Никита Панфилов. Всего доброго, дорогие друзья. Сериал «Лихач» 2020 в целом понравился. Хотя смотрела через серию, потом досматривала. Так вот сюжет сходный со всеми подобными сериалами про сотрудников полиции, милиции. Смотрится легко, без особого напряжения. Старые сюжеты и актеры, сыгравшие в них, уже приелись. А тут новенькая с типчечными линиями сюжета, где преступник совершает уголовные деяния, а сотрудник полиции его ловит. В «Лихаче» сюжет подан легче, здесь нет таких-таких войн, как в сериале «Ментовские войны». Герои здесь вполне типичные представители своей профессии. Радует тот момент, что снимали сериал не в Москве или Питере, а в Сочи. В общем, сериал мне понравился. Смотрится легко, ненавязчиво. Присутствует динамика, погони, мотоцикл, панфилов. Доброго дня. Добрый вечер. Читатели сайта «Отзовик.ру» недавно посмотрел сериал «Лихач» по одному из телеканалов. По своему сюжету мне этот детективный сериал мне очень понравился. История фильма рассказывает о полицейских расследующих преступлениях. В этой кинокартине было много интересных моментов и смешных сцен, отличная музыка, аранжировка. Был подобран отличный актерский состав. И все киногерои отлично сыграли свои роли. Режиссеры сняли отличный детективный сериал на остросюжетную тему. Данный сериал я просмотрел с удовольствием от начала и до конца. Всем рекомендую посмотреть этот отличный сериал. Всего доброго, дорогие друзья. Сейчас по НТВ по будним дням активно идет детективный сериал «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли. Крутое название, крутой борец с преступностью. А мне сериал упорно напоминает небезызвестный многим нескончаемый пес. Тот же Панфилов, только немного повзрослевший. Там, неснимаемые расхлябанные ботинки. Здесь внесезонная куртка. Зимой пришлось, правда, переодеться и дальше. Убитый внедорожник. Быстроходный мотоцикл очень пригождается, когда надо кого-нибудь догнать. Можно, если что, и на одном колесе. Разведен, но без детей, есть ребенок. Ласково называемый детеныш. Типаж один в один, чуть что, в дело идут кулаки. Даже из образа выходить не нужно. Есть друг, но он, вроде бы, и умный, но не дотягивает, драться не умеет, да и мотоцикла у него нет. Любовь, без нее никак, только вместо безрезультативного и внешне безответного. Чувство к бывшей жене, вроде бы что-то обещающее к женщине, почти потерявшей надежду выйти замуж. Есть и отличия, и самое главное, здесь нет собаки, а жаль. На самом деле, в сериале чувствуется какой-никакой бюджет, игра актеров оставляет приятные впечатления, есть сюжетная линия. Сериал снимался в Сочи, отсюда и приятные глазу виды, курортная атмосфера. Но авторы решили расширить географию работы главного героя, и вот он уже в зимнем Питере, без мотоцикла и без любимой куртки, но зато в сибирской шапке. Юмора много, воспринимается он легко, без пошлости и низкопробности. Рекомендовать буду, легкий, ненавязчивый. Спокойный сериал можно фоном, ничего не потеряете.